Симфонический оркестр Первая группа, о которой я хотела бы рассказать – струнно-смычковая группа. Первый инструмент – это скрипка. Это четырехструнный смычковый инструмент, самый высокий по звучанию в своем семействе и важнейший в оркестре. Скрипка обладает таким сочетанием красоты и высотности звука, как, пожалуй, ни один другой инструмент. Следующий инструмент – это альт. По внешнему виду – копия скрипки, только чуть больших размеров, отчего звучит в более низком регистре и играть на нем намного сложнее, чем на скрипке. По сложившейся традиции альто отводится вспомогательная роль в оркестре. Виолончель – это большая скрипка, на которой играют сидя, удерживая инструмент между коленями и упирая его шпилем в пол. Виолончель имеет богатый, низкий звук, широкие выразительные способности и детально проработанную технику исполнения. Контрабас – самый низкий по звучанию и самый большой по размеру среди семейства смычковых струнных инструментов. Контрабасисты должны стоять или сидеть на высоком стуле, чтобы дотянуться до верха инструмента. Контрабас обладает хриплым и несколько глуховатым тембром. Следующая группа – деревянные духовые инструменты. Это большая семья различных инструментов, не обязательно сделанных из дерева. Звук порождается вибрацией воздуха, проходящего по инструменту. Нажатие клавиш укорачивает или удлиняет воздушный столб и меняется высота звука. Каждый инструмент обычно имеет свою сольную линию, хотя исполнять ее могут сразу несколько инструментов. Флейта. Современные флейты очень редко бывают из дерева, чаще из металла, но иногда из пластика и стекла. Флейту держат горизонтально, ведь флейта – один из самых высоких по звучанию инструментов в оркестре, самый виртуозный и технически подвижный инструмент в семействе духовых. Благодаря этим достоинствам ей часто поручается оркестровое соло. Гобой. Мелодичный инструмент с диапазоном ниже, чем у флейты. Гобой обладает певучим, однако несколько гнусавым тембром, а в верхнем регистре – даже резким. Он в основном используется как оркестровый сольный инструмент. Кларнет. Бывает нескольких размеров. В зависимости от требуемой высоты звучания кларнет использует только один язычок. Кларнет также обладает широким диапазоном, теплым, мягким тембром и предоставляет исполнителю широкие выразительные возможности. Фагот. Самый низкий по звучанию с деревянно-духовых инструментов. Используется как для басовой линии, так и в качестве альтернативного инструмента мелодии. В оркестре обычно 3-4 фагота. Играть на фаготе в силу его размеров тяжелее, чем на остальных инструментах этого семейства. Следующая группа – медные духовые инструменты. Самая громкая группа инструментов симфонического оркестра. Принцип извлечения звуков такой же, как и у деревянных духовых инструментов. Каждый инструмент играет свою сольную линию. Волторна. Или рожок. Изначально произошла от охотничьего рожка. Волторна может быть мягкой и выразительной, или резкой и скрипучей. Обычно в оркестре используется от 2 до 8 волторн, в зависимости от произведения. Труба. Инструмент с высоким чистым звуком. Очень подходит для фанфар. Как и кларнет, труба может быть разных размеров, каждая со своим тембром. Отличается большой технической подвижностью. Труба блестяще выполняет свою роль в оркестре. На ней возможно исполнение широких, ярких по тембру и больших по протяженности мелодических фраз. Тромбон. Исполняет чаще басовую линию, чем мелодическую. От других медных духовых инструментов отличается наличием особой подвижной U-образной трубки кулисы, двигая которую вперед и назад, музыкант изменяет звучание инструмента. Следующая группа. Ударные музыкальные инструменты. Древнейшие и самые многочисленные среди групп музыкальных инструментов. Часто ударные ласково называют кухней оркестра, а исполнители называют мастером на все руки. Литавры. Полусферический металлический корпус, обтянутый кожаной мембраной. Литавры могут звучать очень громко или наоборот, мягко, как далекий раскат грома. Для извлечения различных звуков используются палочки с головками из разных материалов. Дерево, войлок, кожа. В оркестре обычно от двух до пяти литавр. Барабан состоит из полого корпуса, резонатора определенной формы или рамы, на которую натянута кожаная или пластиковая мембрана. Корпус барабана производится из дерева, металла, акрилового пластика или даже глины. Звук извлекают ударом по мембране деревянной колотушкой с мягким наконечником, палочкой, щетками, руками, а иногда даже и трением. Для использования нескольких инструментов одновременно барабаны собираются в ударную установку. Звук большого барабана сильный, глухой и низкий. Тарелки. Выпуклые круглые металлические диски разного размера, с неопределенной высотой звучания. Бубен. Это обруч, с одной стороны которого натянут пластик или кожа. Специальные прорези сделаны в корпусе обруча. В них установлены латунные пластинки, по виду это маленькие оркестровые тарелочки. Внутри обруча иногда на спирали или на натянутые бечевки нанизываются маленькие колечки-бубенчики. Все это позвякивает от малейшего прикосновения к бубну. Кастаньеты. Народный инструмент Испании. По форме кастаньеты представляют собой раковины, связанные с шнурком. Одна из кастаньет обращена вогнутой стороной к другой. Кастаньеты изготавливают из пластмассы или твердых пород дерева. Они часто используются в классической музыке для создания испанского колорита. Гонг. Старинный ударно-музыкальный инструмент симфонического оркестра. Представляет собой вогнутый металлический диск. Гонги отличаются размером, формой, характером звучания и происхождением. Самые известные в современной оркестровой музыке китайские гонги. Тембр звука зависит от материала, состава медного сплава, а относительная высота от размера. Чем меньше инструмент, тем выше звук. Треугольник оркестровый. Это стальной пруд незамкнутой треугольной формы. Этот инструмент при игре подвешивают свободно и затем по нему ударяют металлической палочкой, выполняя при этом различные ритмические рисунки. Треугольник имеет звенящий яркий звук. Его используют в различных ансамблях и оркестрах. На этом видеоурок подошел к концу. Большое спасибо за внимание!